Добрый вечер, в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. ЖКХ будущего рада начала коммунальную реформу. Сколько будем платить и с кем подписывать договоры? Согреться в объятиях? В Чигирине отменили отопительный сезон. Что предлагают жителям? Встреча с избирателями. В Киевраду с боем ворвались возмущенные люди. Чего они хотели и чем все закончилось? Невозлияние от рапезы. На трассе Киевчоп священник устроил пьяное ДТП. Покаялся ли? Время звезд. После райского досьена политиков пришел черед разоблачения селебритис. Кто засветился? Парламентский микс. Депутаты сегодня смешали все. И коммунальную реформу, и госслужбу, и приватизацию большую и малую. В спешке они хватались за законопроекты и на ходу меняли повестку дня, пытаясь расставить приоритеты. Успели поссориться, помириться, сходить на обед и принять законы. Обо всем подробнее Екатерина Лысенко. Утренние заседания на РДП начинают с 474-й поправки к закону ЖКХ, который начали рассматривать еще вчера. Полчаса обсуждают документ и успешно за него голосуют. А дальше повестку дня пытаются откорректировать. БПП настаивает первым делом рассмотреть закон о госслужбе и внести в него поправки, чтобы губернаторов и глав районных администраций назначали вне конкурса. И сегодня мы имеем очень незадовольную ситуацию с тем, что у нас больше, чем 50 районных государственных администраций постоянно обезголовлены. Но менять очередность рассмотрения документов вдруг отказывается Народный фронт. Пропозиция от группы отроджения и от такции Народный фронт с вымогой реальной перерывы, так? Максим, реальной перерывы, так? Добрые коллеги. В итоге в Раде объявляют перерыв, который затягивается до полудня. Питание включения до порядка денного закону про изменения до закону про Держслужбу вызвали серьезную дискуссию, которая, очевидно, потребует проведения дополнительных консультаций. Мы выставили, как большая фракция, свои взгляды о порядке денного. Это должно быть и изменение до закону про Держслужбу, оскільки нужно сегодня в край заповнювать тот вакуум виконавчащая влада, который сформировался в наследок недосканалого закону. Ну, неможливо. И блокирование этого процесса, я себе разглядываю, как диверсия. Все очень просто. Должен был быть проголосован закон о госслужбе. А Народный фронт обещал дать голоса. Народный фронт обещал дать голоса, а Народный фронт забрал свое обещание обратно. Вернее, они говорят, что готовы проголосовать, людей просто нет. Вот ждут, чтобы люди появились. После обеда собрались и с силами, и с голосами. Рада изменила порядок назначения губернаторов и главы райадминистрации. Теперь они будут назначаться в дню конкурса по решению президента. 234 голоса за. А далее в повестке дня не менее важный документ – приватизация. Ради него в зал пришел премьер. Ни для кого не секрет, что 3,5 тысячи государственных предприятий для краины – абсолютный нонсенс. Они генеруют взбитки государства и прибутки тем, кто вокруг этих предприятий годится десятилетиями. Законопроект делит приватизацию на большую и малую. Большим предприятием будет считаться компания, активы которой превышают 250 миллионов гривен. Вместо пяти вариантов продажи будут два – выкуп и аукцион. Для самого процесса привлекут инвестиционных советников, которые определяют стартовую цену предприятия. Законопроект приняли пока в первом чтении. Ко второму нужно как минимум составить список того, что не продается. Приватизация не может быть самоцелью. Она не может иметь фискальный эффект. Мы не можем сказать, что мы должны в 2018 году, например, распродать деньги на 20 миллиардов гривен. Мы не можем сделать саму приватизацию самоцелью. В первую очередь, мы должны обратить внимание на то, какой властник прийдет на изменение государства. Какие инвестиционные обязательства он будет нести. Что он предлагает трудовым коллективам. КДРична против проведения приватизации в сегодняшнем умове, когда у нас уменьшила значительно национальная валюта в три раза. За счет бездействия сегодняшней влады. И практически сегодня можно за без сон скупить стратегично важное предприятие. Поэтому мы не поддерживаем никакого законопроекта по приватизации, пока не будет оборудованности, почему конкретные предприятия продаются. Но после проблем больших предприятий перешли к проблемам бедных украинцев. Нардепы принялись менять бюджет текущего года. В итоге почти 300 голосов и нардепы перекроили. Бюджет выделил 7,6 миллиардов гривен на субсидии. Мы это поддерживаем, что людям может что-то компенсировать, что государство должна людям компенсировать. Но мы за то, чтобы люди платили правильные тарифы. На самом деле корень в том, что завышены тарифы. Тарифы должны быть уменьшены, тогда у людей будет возможность платить с того, что они отримают. Сейчас люди не могут за счет заработной платы своих доходов сплачивать завышенные тарифы. Тарифы должны быть компенсированы государству. И если перекроить смету этого года нардепы сумели, то за бюджет 2018 так и не взялись. Это уряд не готовый был сегодня цей бюджет на первое читание. Хотя комитет его подготовил, соответственно, до тех строков, которые предоставлены бюджетным кодексом. И этот законопроект могли бы разглядеть. Идея такая, скорее всего, у уряда, что сначала приедет Международный валютный фонд, будет разума и перемоги с Международным валютным фондом, а после этого, после этого, будет внесен бюджет в парламент. Валютный фонд, он имеет певные, очень жесткие зауважения о дефиците государственного бюджета. И он имеет певные зауважения в том числе и о социальных платах и целого ряда статей. Идея сбалансирование показателей бюджета. Он сейчас находится в Кабинете Министров Украины. Бюджетный комитет работает с Министерством финансов. Угодируются показатели, потому что депутаты внесли очень много пропозиции по выдачной части. А бюджет, вы знаете, должен быть сбалансированный. Бюджетные вопросы перенесли на следующую неделю. На вечернем заседании предприняли очередную попытку отозвать депутатский законопроект об антикоррупционном суде. Это нужно для того, чтобы в Раду могли внести новый документ. Екатерина Лысенко, Елена Зорина, Владимир Самченко, Максим Чеблин. Подробности телеканал Интер. И немного подробнее о законе, который коснется каждого украинца. Жилищно-коммунальные услуги это одна из основных статей расходов в семье. За это нововведение отдали свои голоса 262 народных депутатов. В чем суть нового закона ОЖКХ? Облегчит ли он финансовое бремя или повесит очередной камень на шею? Разбиралась Юлия Жешко. Коммунальная реформа в первую очередь призвана защитить потребителей, уверяют авторы закона. Например, если уехал из дома или квартиры, платить за неиспользованные услуги не должен. Если плата за них начисляется не по показаниям счетчиков. Но самое интересное, что каждый украинец сможет расторгнуть договор с коммунальным предприятием. То есть захотели и отключились от системы централизованного отопления и поставки горячей воды. Правда, если в вашем доме создано ОСМД, общество совладельцев многоквартирного дома, то решение придется принимать коллективно. И они приймут для себя решение выбрать другую модель отношений. Например, выбрать себе управителя, который будет посылать одного контролера, проверить обе два лечения. Один бухгалтер сделает рассчитывания и нарахования. Людине нужно дать право пораховать. Сколько ей стоит прямой договор, а сколько стоит договор, возможно, коллективный. Исходя из этого, законодатели предусмотрели в своем документе следующее. Потребители могут воспользоваться типовым договором на управление домом, в котором отдельно прописана плата за комуслуги и управление. Могут выбрать для себя либо коллективный договор, либо контракт с поставщиком напрямую. Получат право убрать из квартплаты тариф за вывоз мусора. Контролировать качество услуг. И платить за комуслуги меньше, если они были некачественными. Вместе с тем, закон вводит взыскание за каждый день просрочки оплаты комуслуг в размере 0,01%. Правда, парламентарии решили, в том случае, если человек получает зарплату или субсидию от государства не вовремя, штрафовать его не будут. Эта норма должна вступить в законную силу с 2019-го. Хотя все остальные нововведения должны заработать уже со следующего года. При этом в парламенте и Кабми не уверяют, работа еще не окончена. Я считаю, что это первый шаг. Нам нужно будет потом работать еще и над дополнительными инструментами, которые позволят больше контролировать поставщиков услуг. Но без этого шага, на жаль, мы не сможем перейти до возможности управления своей властью. Юлия Жешко, подробности, телеканал Интер. Нафтогаз скрывает свой финплан от Кабмина. Газовый монополист уже полгода игнорирует поручение правительства о доработке своей сметы. Почему НАК уводит в тень важнейший документ? Подробнее в материале. Нафтогаз отказывается согласовывать свой финплан с Кабмином. Правительство еще полгода назад приняло протокольное поручение доработать и передать на утверждение проект на 2018 год. Утвердить его должны были до 1 сентября, но до сих пор этого не сделали. В итоге правительству пришлось снова напоминать об этом. По неофициальным данным НАК не передает финплан из-за разногласий с Кабмином. Камень преткновения – цена газа для населения. Хотя в самом нефтегазе это отрицают. Напомню, еще в июле компания подала проект своего финплана на утверждение Кабмину, где черным по белому прописала повышение тарифов на газ. По расчетам НАКа с октября этого года тысячи кубометров голубого топлива должна была подорожать почти на 19%, то есть на 931 гривну. Повышение тарифов – золотая жила газового монополиста. Нафтогаз после прошлогоднего четырехкратного роста тарифов перестал быть убыточным. Чистая прибыль компании составила 26 миллиардов гривен. При этом оклады топ-менеджеров в 2016-м также выросли в 13 раз. Например, глава НАКа Андрей Коболев получает более 2 миллионов гривен в месяц, то есть почти миллион долларов в год. В августе ГПУ открыла против менеджмента компании уголовное дело о злоупотреблении служебным положением. Отопления нет и не будет. Город Чигирин в Черкасской области поставили перед леденящим душу и тело фактом. Этой зимой батареи здесь останутся холодными. Почему и как местные власти рекомендуют греться местным жителям, знает Станислав Кухарчук. Семья Лидии Ланиной выложила за индивидуальное электрическое отопление свой двухмесячный бюджет. Женщина рассказывает, непредвиденные расходы свалились как снег на голову. Месяц назад городские чиновники неофициально оповестили жителей микрорайона. Централизованного отопления тут больше не будет. Они приехали и сказали, что топить не будем. Это уже все, окончательно сказали. Все, топить не будем. Если нужно, то они обещали кредиты по 30% доплачивать. Многие жители из-за перебоев с теплом уже давно отключились от центральной системы. Не удел остались только те, кому альтернативное отопление не по карману. Как, например, Лидия Ивановна, свои почти 80. Ни одна из котельных Чагирина до сих пор не запущена. На вопрос, почему, в горосполкоме пытаются увильнуть. Вас никто не уполноваживает? Это тоже. А что это значит, уполноваживая или уполноваживая? Ну, он не начальник видела. А почему тут начальник? Да. Начальник отдела ЖКХ в срочной командировке на наши звонки не отвечает. Официального объявления о переходе города с централизованного отопления на индивидуальное мы не нашли даже на информационном стенде мэрии. Хотя уже есть утвержденная горсоветом программа социальной поддержки жителей по оборудованию квартир индивидуальным отоплением. Согласно дате, ее приняли за 10 дней до начала отопительного сезона. Хотя, по документам, отопительный сезон в городе до сих пор не начался. Ну, потому что решения нет в городе. На что нет решения? Про початок опаливального периода. Тепломережи есть у нас, но они фактически не работают. На программу социальной поддержки индивидуального отопления чагирецкие депутаты выделили 100 тысяч гривен. Как чиновники высчитали такую сумму, объяснений нет. Да и программа, как оказалось, в силу еще не вступила, поскольку требует поправок. Пока же не пришли настоящие морозы, жители Чагирина спешат самостоятельно утеплиться. По крайней мере, те, у кого есть на это деньги. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер. Черкасская область. И еще одни недовольные жильцы. Несостоявшиеся жильцы недостроенных домов. Уставшие от ожидания, сегодня они ворвались в Киевраду. Какой застройщик вызвал их гнев и кто попал под горячую руку? Все подробности в материале. В полдень несколько десятков протестующих прорвали охрану входа в здание Киевской городской госадминистрации. В толчее пострадал один человек. Ему сломали ногу. Преимущественно это вкладчики недостроя ЖК Жемчужина Троещины, которую возводит компания скандального Анатолия Войцеховского. Люди требуют возобновить строительство. Его заморозили еще два года назад. Протестующие заявили, не уйдут, пока столичные депутаты не проголосуют за то, чтобы разморозить стройку. Два представителя протестующих вошли в сессионный зал. Вы обсудите технические вопросы, подключение электроэнергии, тепла и все так далее. Нам потребна земля и потребна ДПТ, чтобы не был рассмотрен. Мы не уйдем до тех пор, пока мы не поймем. Мы все остаемся на месте. Нам пообещали, что сейчас наше вопрос будет разглянуто. В итоге депутаты все же дали согласие на разработку нового проекта строительства, после чего протестующие покинули здание администрации. Напомним, что от аферы Войцеховского пострадали почти 50 тысяч человек. В ГПУ утверждают, что группа Войцеховского с 2004 по 2013 год захватила земельные участки под строительство 40 объектов. Оно велось без разрешительных документов. При этом деньги инвесторов чудесным образом испарились. В итоге эта афера оказалась несколько раз крупнее печально известного элита-центра. Против Анатолия Войцеховского открыто 46 уголовных дел. Афериста-застройщика задержали год назад. Суд арестовал его на два месяца. Но буквально через неделю он вышел под залог в 14 миллионов гривен. По неофициальной информации, Войцеховский сбежал в Россию. Хотя в прокуратуре заявляли, что он в Украине и якобы сотрудничает со следствием. Павлина Василенко. Подробности. Телеканал Интер. В зоне АТО без потерь, но и без перемирия. Боевики не прекращают огонь по украинским военным. Интенсивность и калибр растет с наступлением темноты. Наш военкор Ирина Баглай расскажет подробности. Путь на позиции военных не близкий. Передовой рубеж за городом в полях. И добраться можно разве что на боевой технике. Больше газу, меньше я. 600 километров сутки. Под стрелами? Ну, под стрелами. Тоже, как нажимаешь на педаль. Задняя часть. По стеклу. Днем боевики простреливают не только позиции военных, но и пути подхода к ним. И вот здесь, даже несмотря на то, что дорога практически отсутствует, приходится идти пешком. Есиноватская развязка, мосты, первая линия обороны противника, как крепость. За ней уже огневые точки боевиков. Стреляют регулярно из укрытий или же мобильно перемещая свои гранатометы. Работают достаточно опытные люди. Основные силы у них находятся в районе сосредоточения населенных пунктов. Скажем так, у них это постоянная такая тактика действий, что они находятся всегда в населенных пунктах. Как щит, боевики зачастую используют Донецкую фильтровальную станцию. На карте АТО она в нейтральной зоне. На самом же деле, ее территорию наемники используют для огневых провокаций. Не пользуются территорией ДФС, не заезжая на нее, работая и за нее. В основном это ЗУ-23-2, АГС-17 у них работает. И отработав, быстро оттуда скрываются. На такой огонь военные не отвечают. Объясняют, нет смысла стрелять вслед и демаскировать свое оружие. Но главное, Донецкая фильтровальная станция для них объект неприкасаемый. У нас строго было говорено руководством, начальниками нашими, чтобы никакого типа огня, минометы, стрелкового вооружения, коллективного вооружения даже не нацеливать в сторону ДФС. Провальные попытки спровоцировать военных, боевики сменяют обстрелами станции со своих позиций. У них такая возможность есть, это как работа из самой, из-под самой Синоватской развилки. Там у них стоит выносной СПГ. То есть они могут работать по нашим позициям, которым сосредоточены в том районе, но и параллельно отработать и нечаянно, скажем так, попасть по самой ДФС. Военные не раз фиксировали, как под видом ремонтных работ на фильтровальной станции. Днем туда направляются колонны транспорта, в том числе инженерного. И после этого у противника появляются на линии обороны новые блиндажи. На работнике ДФС, да, там может связано с самой деятельностью предприятия. Ну, часто проходит туда или кран, или экскаватор. Штатной техники самой ДФС. Ирина Баглай, Сергей Дубинин, Евгений Малярчук из Донецкой области. Подробности, телеканал Интер. США планируют выделить Украине 350 миллионов долларов помощи. Комитеты по вооруженным делам Палаты представителей и Сената согласовали оборонный бюджет на следующий год. Документ предусматривает в том числе поставки летального оборонительного оружия. Украина получит только половину суммы. Вторая часть поступит при условии, что первый транш используют эффективно. В целом для стран Европы предусмотрено более 4,5 миллиардов долларов на борьбу с российской агрессией. Предложение должны теперь одобрить Палаты представителей и Сенат. После этого законопроект передадут на подпись президенту. Вашингтон-Пекин рестарт. Страны эти начинают новый этап в отношениях, куда более близких и доверительных, чем раньше. Против кого будут дружить, о чем договорился Дональд Трамп, а о чем не смог. Дмитрий Анопченко выяснял детали. В этом зале первые лица американского бизнеса. Дженерал Моторс, Дженерал Электрик, Голдман Сакс. Озвучивая название их компаний, словно верхушку рейтингов журнала Форбс оглашают. В рамках визита Трампа они заключили торговые соглашения на 280 миллиардов долларов. Закупки сланцевого и природного газа, машины, самолетов. Один только Боинг 300 авиалайнеров в Китай продал на 37 миллиардов. И если есть что-то, что Дональд Трамп умеет делать лучше всего, так это продавать. За 8 лет президентства Обамы между Китаем и Соединенными Штатами накопился просто чудовищный торговый дисбаланс. Практически все, что продается сейчас в Америке, содержит надпись «Made in China». Трампу удалось переломить эту тенденцию, договориться об обратном, пролоббировать возможности для американского бизнеса. Вот только политика, к сожалению, продается в Китае намного хуже. Выйдя к прессе с заявлениями по итогам своих встреч, лидеры стран рассыпались в комплиментах друг другу. И не жалели громких слов. Ну и визит исторический, и переговоры конструктивные и позитивные. Отношения Китая и США сейчас на новой стартовой точке, и для нас единственным верным выбором остается кооперация. Китай легко и быстро может решить корейскую проблему. Я призываю Китая и вашего великого президента усердно работать над этим. Я знаю одну вещь о вашем президенте. Если он серьезно работает над чем-то, это будет выполнено. Никаких сомнений. Ну вот новостей в их словах по сути не было. То ли осторожный Пекин действительно не дал никаких обещаний по поводу КНДР, то ли договоренности есть, но они не публичные, кулуарные. В любом случае на камеру, на публику никакой конкретики. Давить на КНДР вместе со Штатами и Китаем Трамп призывает теперь весь мир. В том числе отдельно упомянул Россию. О корейской проблеме он возможно поговорить теперь с Путиным. В Кремле сегодня проанонсировали их встречу, которая должна состояться 10 ноября на саммите ОТЭС. Но госсекретарь США Тиллерсон заявляет, решения об этих переговорах пока нет. Может и встретиться, если будет, что обсудить по существу, но вопрос пока открыт. Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Помогать Украине больше предлагает Европарламент. Депутаты выступили с инициативой создать целевой фонд для Украины, Молдовы и Грузии, а также увеличить поддержку экономических реформ в этих странах. Об этом сообщается на сайте Европарламента. Все подробности знает Елена Абрамович. До саммита Восточного партнерства остались считанные недели. И работа в Европартале кипит. Совет Евросоюза до сих пор дискутирует, признавать ли в итоговой декларации саммита европейские устремления Украины. Более оптимистические настроения в стенах Европарламента. Там готовят документ о дополнительной помощи странам-партнерам, которые достигли прогресса в евроинтеграции, несмотря на давление со стороны России. Для Украины, Грузии и Молдовы евродепутаты планируют проголосовать новую стратегию сотрудничества. Одна из идей – создать трастовый фонд. Идея создания этого фонда для того, чтобы реагировать быстро на кризовую ситуацию в Украине, на поддержку структурных реформ и экономических реформ. И для того, чтобы надать самим политике Схидного партнерства нового импульса для развития. Вот именно поэтому это и объясню, это Схидное партнерство плюс. Формула плюс предусматривает возможность будущего членства в таможенном, энергетическом и цифровом союзах. Проголосовать новую стратегию парламент планирует на следующей неделе. После этого, как рекомендацию, документ передадут уже в Совет ЕС. Из Брюсселя Елена Абрамович, Иван Ермаков. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. И снова львовский мусор. Госаудиторы во время проверки одного из предприятий Гурсовета выяснили, что при вывозе отходов из города подчиненные мэра Андрея Садового растратили 51 миллион гривен. Дело это уже передали в прокуратуру. Все подробности знает Галина Якушко. Предприятие Львов спецкоммунтран занимается вывозом мусора из города. После грибовицкой трагедии львовские отходы им пришлось возить чуть ли не по всей стране. Все дополнительные расходы взял на себя Гурсовет. Ревизию потраченных средств провели только сейчас и выяснили. Почти 42 миллиона гривен Львов спецкоммунтран заплатил перевозчикам якобы незаконно. Еще 5 миллионов чиновники предприятия использовали не по назначению. В прокуратуре считают, что часть фирм, которым Львов спецкоммунтран делегировал вывоз отходов, фиктивные. У них не было ни транспорта, ни соответствующего оборудования. Юристы утверждают, перевозчика должны были выбрать на конкурсе. Каждый участник конкурует с другим участником. Что у кого есть лучшие пропозиции, у кого больше транспорта, у кого лучшая цена, у кого лучшие пропозиции в целом. И тогда выясняется победитель. А укладание поза конкурсом, оно соперечит законодавству. Почему не проводили конкурс? В Львовском горсовете объясняют, просто другого выхода не было. Все отказывались вывозить мусор и уточняют. На 5 миллионов оправданно закупили дополнительный транспорт и оборудование. За остальные деньги намерены судиться. Выникла необходимость в покупке дополнительных сметевозов, в покупке контейнеров и контейнерных майданчиков. В прокуратуре готовится вручить подозрение в расстрятие бюджетных средств одному из чиновников горсовета, кому именно не уточняют. Не отвечают и на вопрос о возможном участии мэра Львова Андрея Садового в мусорных махинациях. К слову, только сегодня суд признал, что на Грибовицком полигоне во время обвала мусора погибли 4 человека. Число погибших причислили и эколога, который считался пропавшим без вести. Галина Якушкина, Рейголубенко, подробности, телеканал Интерльвов. Прайс Гиппократа. В Кировоградской области задержали врача, который требовал взятки у полицейских. Деньги нарколог Головановской райбольницы брал за справки для оформления водительских прав. Тариф 200 гривен с человека. Когда за документом обратились 11 полицейских, врач им даже 50% скидку предложил за опт. Но копы щедрость не оценили, пожаловались начальнику, а тот в Департамент внутренней безопасности нацполиции. В момент передачи денег врача задержали. Второго участника смертельного ДТП в Харькове взяли под стражу. Меру пресечения для водителя Вольцвагена суд избирал 10 часов. В итоге Геннадий Дронов отправился в СИЗО на 42 дня. Его, как и Елену Зайцеву, обвинили в нарушении правил, приведшим к смерти нескольких человек. По мнению следствия, он начал движение на желтый свет. Напомню, 18 октября «Лексус», за рулем которого была студентка Елена Зайцева, на высокой скорости столкнулся с машиной Дронова. В результате этого ДТП погибли 6 человек. Они находились в этот момент на тротуаре. Я считаю, что это очень несправедливо. Очень несправедливо. Я чекаю, что я могу сейчас ждать. Скажите, пожалуйста, что меня отвезут в следственный изолятор. Это все, что я сейчас могу ждать. У вас сейчас нет с собой. Ничего нет с собой. Пьяный священник устроил ДТП на трассе «Киевчоп» в Ревненской области. Два человека пострадали. Представитель УПЦ «Киевского патриархата» возвращался с праздничной трапезы в честь своих именин. После происшествия он пытался сбежать с бутылкой водки в руках. Все подробности расскажет Инна Белецкая. Вблизи села Антополь на трассе «Киевчоп» масштабное ДТП. Столкнули 4 автомобиля. За рулем «Жигулей» был вот этот человек. Он не враховывал дорожные обстановки, не выбрал безопасной скорости руха и допустил взятнанность с автомобилем «Вольцваген Кади». Кристина вместе с мужем возвращались домой в Киевскую область. Рассказывает, все произошло за считанные секунды. Выскакивает с этой стороны машина «Таврия», я не знаю, как она называется. И мы, получается, влетаем в фуру, выходим из машины, я до него подхожу, говорю, что чуть моих детей не поздравил матери, родителей. А он говорит, иди отсюда. Водитель ВАЗа, из-за которого авто Кристина отбросила на грузовик, хотел убежать. Задержали его сами пострадавшие. Приехавшие патрульные нашли у него пистолет с резиновыми пулями и удостоверение священника. Удостоверение таких пистолетов еще я. Да. По словам свидетелей, мужчина вел себя неадекватно. До прибытия полиции продолжал пить спиртное. Он пил пиво, в него водка в нашем кармане. В его крови обнаружили 3 промилле алкоголя. Это в 15 раз больше нормы. Но Дмитрий Гаденко чувствовал себя вполне уверенно. Умудрялся даже увиливать от ответов. Вживать. Чем можно не вживать? Дело в том, что меня запросили, и я приехал просто на вживание. Витясь. То есть сегодня было свято Дмитра Соловинского. Вы вживали алкоголь, так? И мой сегодня день ангела. Я приветствую вас. И не нашли жодного тверезого водителя, который мог бы сесть за тюрьмой, чтобы вы не сидели? Ну, у нас не в горе все вопросы. После экспертизы священника привезли на место аварии. Для дачи показаний Дмитрий Гаденко продолжал пить водку, спрятанную под дубленкой просил закурить. И давал вот такие комментарии. В епархии Украинской православной церкви Киевского патриархата сообщили, что священника Дмитрия Гаденко уже уволили с поста настоятеля церкви. Вопрос о лишении Сана будет решать Синод. Два года назад его уже задерживали пьяным за рулем. Но тогда он отделался штрафом. Инна Белецкая, подробности, телеканал Интер, Ривненская область. Очередная янтарная пустышка. В Ривненской области осудили целую группу незаконных старателей. По крайней мере, так заявили в местной прокуратуре. Организатору присудили 19,5 тысяч гривен штрафа. Участникам почти по 7 тысяч. Это при том, что следствие установило, что работали нелегалы не один день. Для добычи янтаря использовали две мотопомпы. Смехотворное наказание правоохранители пояснили тем, что нарушители пошли на сделку со следствием. А в Черниговской области воровали нефтепродукты прямо с нефтебазы. В Прилудском районе всех членов этой группировки тоже задержали. Покрывал преступников начальник местной полиции за процент от доходов. По этому делу провели 60 обысков в Черниговской, Киевской, Сумской областях. У задержанных изъяли элитные автомобили, грузовики, оружие. Оказалось, что группировка причастна еще и к нападениям на полицейских. Приехавши на власних автомобилях на территорию одного з управлінь нафтогазового добывания, вони пригрозили автоматичною вогнепальною зброєю працівникам бази, закрили їх у підсобному приміщенні, а потім викрили з території бази нафтопродукты. Працівники управління захисту економіки Черниговской полиции неодноразово намагалися затримати злодів на гарячому, однак ті чинили неабиякий супротив. Действуючи попереджувальні постріли з автоматичною вогнепальною зброєю, бандити погрожували працівникам поліції вбивством. В Києві ограбили квартиру іноземного дипломата. Це громадянин Данії, который работает в представительстві ООН в Україні. Істочники издання «Страна ЮЕЙ» сообщають, що з съемной служебной квартиры дипломата вынесли всю техніку і личні вещи на сумму 40 тисяч гривень. Поліція проверяет всіх, хто имел доступ к жилью. Цього дипломата грабители пока не задержаны. Им грозит лишення свободи до шести лет. Польща приняла предложение Украины собрать консультативний комитет при президентах. Накануне с такой инициативой выступил Петр Порошенко после обострения отношений между нашими странами. В последнее время со стороны высшего руководства Польши звучат резкие заявления в адрес Украины, касающиеся націонализма и трактовки общего исторического прошлого. В то же время Варшава готова принять украинскую делегацию уже в ближайшее время. Об этом заявили в администрации президента Анджея Дуды. Мадонна, Джастин Тимберлейк, Николь Кидман. Таков далеко не полный список звезд, чьи имена всплылили в результате финансового расследования «Райское досье». Как уклоняются от налогов селебритис, знает Светлана Чернецкая. Наш сапкор в Лондоне. Что не день, то разоблачение. В 13 миллионах бухгалтерских документов из офшоров, полученных журналистами, всплывают все новые имена. Кроме политиков и членов британской королевской семьи, еще и многие артисты рады сэкономить свои кровные. Среди них один из самых влиятельных людей в Голливуде, а сейчас и скандально известный Харви Вайнштейн, которого десятки женщин обвиняют в сексуальных домогательствах. Продюсер вывел в офшоры часть своих заработков, чтобы не платить налоги в США. Также поступила и королева поп-музыки. Мадонна тайно вложила деньги в компанию на Бермудах. Свой бизнес в офшорах зарегистрировала голливудская актриса Николь Кидман и поп-певец Джастин Тимберлейк. Все это законно, но вот вопрос, правильно ли в плане нравственности и морали. Мы знаем, что люди обращались в фирму Apple без претензии, что компания Apple платит очень мало налогов. Так, мол, нужно и нам найти место, где и мы не будем платить налоги. Схемы предприимчивых звезд отличаются по уровню изощренности. К примеру, певица Шакира перевела почти весь бизнес в офшоры, поэтому мало беспокоится о налогах. Гонщик Формулы-1 Льюис Хэмилтон пошел еще дальше. Он еще и нажился на британском правительстве после покупки частного самолета. Владея фирмами в офшорах и часто летая на райские острова, он сумел доказать, что пользуется самолетом исключительно для деловых поездок, а поэтому получил возврат в 20% НДС из бюджета. А вот компании Nike удалось применить очень сложный трюк, запутав две страны, когда США уверены, что фирма платит налоги в Нидерландах, а Нидерланды, что в Штатах. Вот только обвинить всех миллионеров-хитрецов можно лишь в одном желании сэкономить. Светлана Чернецкая, Валентин Белич, подробности, британское бюро телеканала Интер. В Саудовской Аравии задержали более 200 человек по подозрению в коррупции. Статистику обнародовал генпрокурор этой страны. Всего с 4 ноября на допросы вызвали 208 подозреваемых, и только семерых отпустили без предъявления обвинений. Среди задержанных принцы, действующие министры, чиновники. Антикоррупционное расследование длилось три года. Генпрокурор утверждает, что подозреваемые нанесли государству ущерб на сумму 100 миллиардов долларов. Верну машину дорого. Немецкие автолюбители хотят отсудить сотни миллионов евро у концерна Volkswagen. А если точнее, они требуют, чтобы производитель выкупил их машины. Есть ли у них шанс, знает Татьяна Лагунова. Владельцы автомобилей Volkswagen против концерна. 15 тысяч немецких автомобилистов подали коллективный иск против компании. Они чувствуют себя обманутыми из-за так называемого дизельного скандала и требуют компенсаций. У всех истцов дизельное авто с хитрым программным обеспечением, которое позволяло обходить экологические стандарты. Денег у концерна они не просят, но настаивают. Volkswagen должен выкупить их машины обратно по первоначальной цене. И таким образом компенсировать моральный ущерб из-за скандала и убрать с немецких дорог экологически сомнительные авто. Для защиты своих интересов автомобилисты наняли американскую юридическую компанию. Общая сумма иска превышает 350 миллионов евро. Это уже не первая попытка владельцев продать Volkswagen машины. В августе земельный суд Брауншвейга отклонил подобный иск. Дескать, несмотря на манипуляции с программным обеспечением, авто можно эксплуатировать. Причем без нарушения европейского законодательства. А значит все претензии не обоснованы. Каким будет решение суда в этот раз, станет понятно ближе к концу года. Volkswagen, впрочем, к штрафам и компенсациям не привыкать. Дизельный скандал уже обошелся концерну в миллиарды евро. Правда, большую часть этой суммы компания выплатила американским покупателям своих машин. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Куда не взяли Барака Обаму, у кого домогались 30 членов британской палаты общины и чему не стоит учить свою собаку. Об этом не только в нашем обзоре. Минимум 4 человека погибли из-за обвала жилого дома в Ижевске. Известно, среди жертв ребенок и 60-летняя женщина. Еще трое ранены. Причина разрушения – взрыв бытового газа. Ударной волной снесло перекрытие 9 этажей. Рухнул целый подъезд жилого дома. На месте аварии продолжаются спасательные работы. Барака Обаму не взяли в жюри присяжных судов штата Иллинойс. Причем старший окружной судья не уточнил причину отказа. Обама приезжал в суд наравне с другими двумя стами кандидатами. И, видимо, уже там узнал, что не прошел конкурс. 44-й президент имеет право стать присяжным, так как владеет недвижимостью в одном из районов Чикаго. Из нового фильма «Все деньги мира» вырежут кадры с участием Кевина Спейси. Для этого режиссеру Ридли Скотту придется переснять несколько ключевых сцен. Вновь позвать на площадку главных исполнителей – Марка Уолберга и Мишель Уильямс. Самого Спейси заменит актер Кристофер Пламер. Аскар Новс на Спейси попал в опалу после обвинений в сексуальных домогательствах. Уже 10 человек подали иски против голливудской звезды. Не менее громкий скандал в Британии. Барменша парламентского паба обвинила в сексуальных домогательствах 30 депутатов Палаты общин. Алиса Бейли рассказала, что уже в первый день на работе получила предложение заняться сексом. Также она поведала прессе, что народные избранники вели себя как старые извращенцы. Причем все были женаты. Бейли утверждает, что ей пришлось уволиться из-за такого поведения депутатов. Сейчас показания девушки проверяет полиция. Рекордную партию кокаина 12 тонн конфисковали в Колумбии. Запрещенные вещества обнаружили на одной из банановых ферм в ямах, накрытых листьями. Находку оценили в 360 миллионов долларов. По словам президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса, это самая крупная партия кокаина в истории страны, которую удалось задержать силовикам. В рейде участвовали 400 полицейских. Наркотики принадлежали криминальному картелю Кландель Гольфа. Шотландца Марка Митчена судят за то, что научил собаку своей девушки зиговать. Мужчину обвиняют в разжигании ненависти. Митчен показывал мопсу видео съездов национал-социалистов во главе с Гитлером. Так и научил животное характерно вскидывать лапу. Мопс исправно делает это после каждой команды зигхайль. Митчен в свое оправдание говорит, никого не хотел обидеть. Просто планировал рассмешить свою девушку. Но шутка не удалась. Завтра пятница. Итоги недели в этой студии подведет мой коллега Алексей Лихман. Я прощаюсь с вами до субботы. Хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова